Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Я рад геотаблещу, защищаю интересы господина Хармана Чигнали на судебном заседании. Вот что произошло сегодня в суде, пожалуйста, расскажите. Сегодня сторона защиты, адвокаты, мы закончили заключительное слово. Фактически судебный процесс заканчивается. Мы сегодня произнесли заключительное слово и доказали суду, что Харман Чигнали никакого отношения к той обвинительной заключении, которую ему предъявляли, и доказали суду все правовые аналитические законы, которые существуют не только в Грузии, а во всем мире. И на основании этих правовых аналитических заключений мы убедили, я считаю, что убедили судю, что Харман Чигнали является абсолютно незаконным арестантом. Незаконным. Что никакого отношения он, еще раз я повторяю, никакого отношения, любой первокурсник юридицы ЮФАКа может убедиться, что никакого отношения он не имеет предъявления обвинительного заключения, которое предъявил прокурс. Вот есть такие вероятности, что люди говорят, что вот это связано с азербайджанским властем. Как говорится, вот задержали Афган Мухтарли, Джозел Байрал, не фармандиром. Как вы думаете, это, как вы думаете, есть ли там что-то вместе? Вы знаете, он сам господин фармандир Орли об этом думает, серьезно думает. Но мы, как юридицы, самое главное для нас это приговор. Если приговор, если приговор не будет, не будет. Таким, каким мы считаем, но это то, что мы считаем, это не значит того, что мы как-то... Потому считаем, что отрока отрока. Мы так обоснованно доказали суду его правоту и незаконное задержание, что если суд не вынесет такой приговор, какой мы думаем, мы уже будем об этом точно думать, что это политическая основа возрождения. Вот после вот мы, разумеется, мы подозреваем что-то, но все-таки мы как юристы просто обязаны ждать приговора судебного. Если этот приговор не будет положительным в нашу сторону, мы обязательно скажем, что это политическое законное основание. Мы это обязательно скажем. Спасибо большое.